Уже неделю в каждом детском саду функционируют дежурные группы. Пока туда ходят около 250 ребят, но с 18 мая их количество может достигнуть 1300. Принимают только детей, оба родители которых обязаны работать. Каждое утро дети, приходящие в сад, будут проходить через жесткий фильтр. Прежде всего, все меры безопасности будут соблюдены в соответствии с санэпид-требованиями. То есть в обязательном порядке будут стоять дезинфекторы, в обязательном порядке проводить дезинфекцию помещений по требованиям санэпид-ситуации. Утром детей принимают медики, они смотрят и осуществляют входные фильтры, смотрят на состояние детей. Любых деток с любыми проявлениями катаральными мы не принимаем в детский сад и, соответственно, предлагаем остаться дома. Также контролировать будут и состояния самих работников. Дети будут в соответствии с режимом питаться и гулять. Каждое дошкольное учреждение работает в соответствии со своим графиком. Родители призывают приходить в сад в масках. Вместе с тем в Сарой продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Несмотря на все меры по дезинфекции и проветриванию помещения, риск заболеть в саду остается. Я вообще рекомендовала бы родителям, особенно маленьким, не везти детей в детский сад. Я бы все-таки призывала к тому, чтобы поберечь. И только если безвыходная ситуация у родителей, приводить детей в дежурную группу. В любом случае риск взаимодействия с детьми 15 человек в группе, 12, 15, 10, 8. Это в любом случае уже риск для ребенка. И любое взаимодействие в таком количестве может привести к возникновению или передаче какой-то там инфекции. Получить место в дежурной группе можно и после 18 мая. Для этого необходимо обратиться в детский сад, который ребенок посещал до 30 марта. В таком режиме дошкольные учреждения будут функционировать до особого распоряжения. Также департамент образования обращает внимание родителей, чьи дети в этом году впервые должны идти в сад, что приходить за путевками не нужно. Всю информацию передали заведующим. Они будут звонить родителям сами. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.